Морливые салфетки принесли. Дайте одну покупочку. Сейчас я покажу, как работать. А заодно разберемся, что делает ассистент, а что делает хирург. Рыба, как я уже сказал, скользкий теперь. Поэтому как проще всего работать? Берите салфетку. Вот так выкладывайте к себе на руку. Расправили, положили на руку. И берите рыбу через салфетку. Захватывайте вот так за спину. Если вы захватили через салфетку, то она прострадывать у вас не будет. Она надежна. Но, тем не менее, особенность непривычки. Она у вас будет болтаться в руках. Все равно норовить как-то сместиться. Ассистент стоит с этой стороны и придерживает, чтобы она не дрыгалась. Работать без ассистента достаточно неприятное занятие. Теперь смотрим на нужность. Видите, одно лезвие у них остро кончается, второе – круглый. Но, правда, это не у всех нужно ставить. Вот здесь, допустим, оба остро кончающихся. Но удобнее, конечно, вот с такими, с несимметричной работой. Почему? Вот посмотрите, какое лезвие я вложу в ванну – с острою или полукруглую? Полукруглую. А что будет, если острое блюдо? Кишечник. Ну, разумеется. У нас ведь задача – убрать стенку тела, а дню дне изрезать внутренние руконы. Поэтому и развернули так, чтобы лезвие было почти параллельно брюху. Не вот так вот, это понятно? А вот так, почти параллельно брюху. И после этого поехали, не спеша. За вами никто не гонится. Зачет на время у вас не принимают. Значит, все время держать с этим разворотом параллельно брюху. И небольшими движениями прорезаем. Дошли до участка между брюшными плавниками и уперлись. Во что уперлись? Вот здесь. Перекарты. Ничего себе? Нет, перекарты вот здесь ходите, обманули. А сейчас, подождите, посмотрим, может, увидите. Нет, слишком он здоровый, убитный. Здесь находится вот такая треугольная костяная пластинка. Плавники опираются на эту пластинку. Прорезать не конечности? Которая как называется? Тарас. Тарас. Конечно. Как вы видите, у них есть уже все совершенно. Прорезать таз трудно. У барышни может не хватить силы. Учтите, что проще он прорезается как раз точно по серединке. Если сместитесь к плавнику, рез будет сложнее. Ну и дальше. Дальше проходим до перикардиального района. А почему здесь чешуя? Дело в том, что это не дикая рыба. Это порода, искусственно выведенная человеком, называется зеркальный карп. И у него измененная чешуя. У нормальной рыбы такого не бывает никогда. После того, как прошли таз, у вас могут возникнуть сложности. Вы перестали чувствовать границ стенки. Возникает опасность уйти и резать внутренние органы. Тем более, что в этом месте печени желчный пузырь. Если вы прорежете желчный пузырь, мало никому не будет. Сделали первый разрезик. Отводим в сторону. Вот обратите внимание, если разрез сделан верно. Кровь есть или нет? Нет. Никакой крови нет. Не задет ни один крупный кровеносный сосуд. Все чистенько. Если задели крупные кровеносные сосуды, у вас потепло. Что делает ассистент, а с тем делает следующее. Марлевый тампончик. Кармги просто специально для этого, но нужно просто на конце делать. Как они называются? Карминцамги. Переделаем рабочий тампончик. Дело в том, что у карминцамгов, видите здесь замочек? Они не откроются. Пинцетик надо держать, конечно, постоянно. Потому что если сделали тампон и отпустили, у вас тампон слетел. И вот таким тампончиком, вот рукоятка для него, аккуратненько промокаете. Так, отработанное тампонное, в мусорный мешок, который у вас будет висеть рядышком. Понятно? Просто операционное поле должно быть чистеньким. Ну и теперь дальше. А дальше лучше всего ухо. Ну, во-первых, посмотрите. Вот эти тоненькие-тоненькие пленочки, которые фиксируются внутренние органы, они образуют сплошную линию, или они сегментами подходят? Сегментами. Отгадайте, что это сегменты. А сейчас вы увидите в стенке тела. Вот смотрите, что я делаю. Палец прижимаю к стенке тела и просто провожу им вперед. Вот так вот. В результате освобождаются внутренние органы от связи со стенкой тела. Освободили? Угу. Освободили, да. С этой стороны. На самом деле достаточно вам будет с одной стороны пройти, вовсе не обязательно двусторонне делать. Это у вас. Где? Вот здесь. Немного. А, вот немного. Это брыжейчная артерия. Какая? Брыжейчная. Пленка, на которой подвешены внутренние органы, в целом она называется брыжейка. Так. Заложили вот так тампончик, пускай он там лежит, впитываю. Понятно, да? Сейчас я разверну так, чтобы вам опять было видно. Ну и поехали дальше. Дальше что сделаем? Дальше очень важно, собственно, важнее всего, освободить вот здесь, в зоне вашей работы, в зоне вашего разреза. Зачем? А чтобы увидеть, где кончается стенка тела и начинаются внутренние органы. Чтобы все-таки не пород внутренние органы. Когда дошли до границы грудных клубников, дальше не ходите, дальше перикардиальная область, дальше сердце. Так. Все, дальше разрез вести не будем. Первый разрез сделан продольный. Теперь второй разрез как делается. Нет. Вот так захватываете. Так. Вот очистка от всякой грязи ножниц, это работает с стенкой. И сейчас мы сделаем вертикальный разрез вот сюда, в район боковой линии. Вот там он сам. Третий, предпоследний разрез. Отводите вот так. Вот сейчас придется рез поперек ребер. Понятно, что вот по центральной линии ребер не было. Вот этот разрез шел между реберами. А вот этот разрез пойдет поперек ребер. Потому что не удивляйтесь, что будет сложнее, будет лохрустывать. Перед этим разрезом аккуратненько, пальчиком, убрали все слезки. в тампулечку. Селезенку зайдем. Так. Вот. Все. Понятно, что вот если появилась кровь, чья это работа, возиться с кровью, чтобы не... Откроете стеночку тела, чтобы можно было заложить тампун и закладывать тампунчик. Значит, ну а это пучка у кулуна, чем острым концом. Смотрите, что я делаю. Пальчик, палец вот так подвел, для того, чтобы оттянуть внутренние органы, с того, да, и поехал вперед. Слушайте хрустную манку. Первое ребро, второе ребро. Сколько много силы берут? У разных барахстов. Вот здесь почти невозможно вам было подорезать. Селезенка это очень важный орган кровообращения. И это просто губка, пропитанная кровью, стоит только чуть-чуть задеть, и, конечно, кровит очень сильно. Все, вы прошли селезенку, дальше будет чище и спокойнее. режьте, пока не упрямьтесь. А во что вы упрямьтесь? Ну-ну-ну, вот здесь. Что находится вот здесь за щелью жаберной крыши? Клейтером, опору грудного клубника. Вот увидите, насколько это прочная штука. Во всяком случае, те, кто захочет попробовать сделать еще и лодочное вскрытие, вам придется тогда провязать к литру. Это отдельное наградство. Видите, все время в районе боковой линии развес идет, да? Доводим до конца, прорезаем кожу, чтобы не мешало. И теперь аккуратненько убираем связки. Убираем связки. Вот, да. Все. А вот теперь зайдите с этой стороны, с той стороны не увидите. Вот, смотрите, вот эта стенка тела, вот она, да? А вот видите, такая голубоватая пошла. Белая, голубоватая пленка, вот она. Перекар. Ага, это перекар. Там сердце внутри. Поэтому убираем стеночку так, чтобы не задеть перекар. А почему это разрезы перекар? Кровь все зальет. Разрез можно. Потом видно, что ничего не было. Ну, когда его готовят, разумеется, спокойно режут и... А, когда его готовят, режут не так. Нет, режут просто без разницы как. Совершенно верно. Но если бы при этом оставили внутренний ужин здесь, да? Нет. То из вашей готовки будет не очень. Да, их целиком выкидывают. Да. А у нас-то сейчас пока все здесь. Нет, ну, на сцене не приготовить, а посмотреть. Да, наша задача разобраться с тем, как устроено. А так вообще, такой уровень опыт решить 15 секунд. А на скате все было виднее. Подождите. Он был гораздо больше. Ну, то, что он больше, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, на скате вот таких деталей, которые здесь будут хорошо видны, увидеть было почти невозможно. Так, этот плавник я выбираю просто для того, чтобы он не закрывал в крови. Да? Я помню, какая была огромная печень у ската. Да, у нас-то. Просто огромная. У всех хрящевых печени, она же занимает половину объема ну, вообще внутренней полости. это их поплавок. У них же нет плавительных пузырей. И у них неизменяемый поплавок. Печень очень богата жиром, а плотный жирок ниже, чем плотность воды. Так. Хорошо. Отоперировали. Чем же не хрящевая рыба, тем ярче его плавит. А это не только хрящевая рыба. Мне б так. Как по-вашему. Кому сложнее утонуть, вот ему или мне. А вам. А у меня был поплавок. Так что, непотопляемость. Я тебе знаю, что говорить маме. Я тоже. Так. Ну, теперь, как я наоборот, сейчас открываем. Это я выбираю мышцы, чтобы они нам не мешали. Сохранился автоматизм или нет? А вот у вас хранили. А вот у вас хранили. Что это за органика появится? Соседание. Ну, это кусочек сердца. Да, посмотрите. Видно. Всем понятно, что это не живое существо. Да. Если сердце аккуратнее, как препарировать и положить в сосуд со специальным раствором, это раствор солей, называется раствор рингера, сердце будет работать часа два еще. Вообще, гонитый из тела. Совершенно. Вот. Хорошо. Сердце достаточно крупный орган. Это я вот этот кусочек перекажется. Сейчас попробуем его. Пошире он дали. Ну, ладно, это надо попозже. Так. Работа для ассистента. Минтиклогрозик. Что надо делать? И это у всех рыб, а не только у картов. Что именно? Такая вот долгая способность. Да. Потому что даже у людей. Вот, у Мухаммеда Лита умер. У несколько часов еще сердца. А тогда смерть, остановка сердца это может быть причина смерти. Но это не сама смерть. Нет, нет так. Нет так. По-настоящему сердце остановить чертовски сложно. Вот не просто сложно, а чертовски сложно. Вот когда начинают в телесериале бегать и кричать остановка сердца, остановка сердца, это что значит? Это значит, что сердце перестало прокачивать кровь. при этом сердце не прекратило работу. Просто вместо вот такой вот регулярной работы в строго определенном порядке сокращения камер начинается вот что. Вот такое неупорядоченное сокращение называется фибрилляция. Если фибрилляцию не остановить, наступает смерть полная, потому что при фибрилляции кровь не прокачивается, а значит мост не получает кислородом. Чаще всего, когда говорят про остановку в сердце, имеют в виду не действительно прекращение работы, а наступление фибрилляции. У нас с вами есть, разумеется, система автоматии, но, как во всех случаях, существует неснимаемый закон плата за сложности. Чем сложнее устроен организм, тем сложнее в нем проводить какие-то совсем автономные задачки. Сердце рыбы, допустим, более автономно, чем сердце лягушки, хотя у лягушки тоже сердце со страшной степенью автономности. Наши сердца существенно менее автономны. Их можно даже вынуждать его сохранять в ситуации работы, но, допустим, при мокрых операциях на сердце, мокрые со скрытим стенки сердца. Там раньше, во всяком случае, наверное, техники есть, я просто не знаю последние годы, кардиохирургии столько всего нового, что следить сложно. Но раньше переключали сердце на аппарат искусственного кровообращения. И сердце, и самого человека. Айрек. Это насос, который просто гоняли все сосуды крупные перерезали, которые ведут кровь сердца. И все это время сердца наступит на автоматизм. А что тогда такое смерть? Смерть вообще штука достаточно как бы это сказать. Это непростая понятие, но самым надежным. Да и по сути дела, вот если бы не медицинская традиция, связывающая с сердцем, там, с дыханием и так далее, конечно, показатель один. Стояние головного мозга. Умерли нейроны, все, ребята, дальше может сердце работать, может легкие работать, но если головной мозг умер, все, ничего хорошего не будет. С этим связана совершенно ужасная проблема европейского типа медицины. Дело в том, что при некоторых состояниях человеку удается реанимировать, то есть заставить сердце работать, когда головной мозг уже умер. Назвать такое существо человеком сложно, потому что у него нет и никогда не будет со стопроцентной вероятностью ничего человеческого, ни сознания, ни памяти, ни ощущений, ни движений, вообще ничего у него нет. Понимаете? Но с биологической точки зрения организм продолжает жить. Ну это морковка, ну и потасины. Но пока организм живет сам, считается, что он живет, задача медиков поддерживать жизнь. и так в некоторых случаях гадания иногда десятилетиями. Так, ну поехали дальше. И теперь посмотрим, что же мы с вами здесь тупо видим. Сердце мы забрались уже. Давайте подумаем, что мы вот так видим, пока ничего не трогаем. Какие идеи? Ну, во-первых, вот это большое бурое пятно я вам назвал это селезенка хорошо. А вот это вот что за такие желтоватые полосы? Нет, ребят, во-первых, печень с брюшной стороны всегда, с спиной стороны печени не бывает ни у кого. Ганата достаточно мощное толстое образование. Опять посмотрим, просто зацеплю. пешки это совсем другое. Да, открывается плаватный пузырь. Сейчас Саша будет искать мышцы на плаватном пузыре. Наоборот, это я убеждал учительницу, что их нет. Да нет, я шучу, что я. Ну, как по-вашему, видите, тонко-плёнко. Что это такое? А это вот тот висцеральный жир, про который я вам говорил. Ну, видите, как он упитанный, гладкий и кругленький. Так. А в районе селезёнки всегда возитесь очень аккуратно, иначе всё замерзнет. Так. хорошо. Ну, теперь сейчас мы уберём, поскольку жировое тело никому не интересно. Всем понятно, что это не внутренний орган. Это образование вообще переменное. может рассосать. Да, конечно. Но поголодал, как следует. И всё. Никакого жирового тела. так. А вот это буроватая масса, которая сейчас освобождается. Видите, что я делаю? Я аккуратненько убираю плёночку, которая, как общий пакет, вот видите, она сейчас у меня на пальце, да? Сшивает все полостные органы вместе. Это можно сделать без всяких ножниц, вполне вот так проведя пальчиком, только аккуратно. Разумеется. Хорошо. Так. Вы сейчас выбрасываете этот же. Да. Сейчас мы выбрасываем этот же и тот тоже. раз, подряд. Два. он всегда полностью наполнен другое дело что может быть под большим давлением и под меньше если давление в пузыре больше чем давление в полости тела чем вы делаете а если давление в нем слегка уменьшить сжиматься но так чтобы он был какой-то дряблый и сморщенный вот такого не бывает никогда он всегда такой на тело один из самых красивых органов смотрите сосудистые сеточки ведь так ну и сейчас самая безумная работа пойдет раскладка пищеварительной системы дело в том что карпа растительная 1 а у какого зверя были сложно устроены пищеварительные растительные поэтому кишечник у карпа образуют четыре петли вот отсюда отглотки раз два три четыре и только после этого ганс а вот желудка нету не только у карпа но и его родичей глотка сразу переходит в кишечник органам накопителя нет извините не глотка разумеется пищевод мимо перекарда пищевод а дальше сразу кишка никого в орган накопителя раскладка петель кишечника занятия сложная и в общем-то грязная грязная почему а потому что разложить так чтобы совсем ничего не порвать очень трудно а как только порвать у вас из брыжечных артерий из кишечных артерий лучше закроют но без такой раскладочки нельзя разобраться с тем что такой печень желчный пузырь так далее а вот это лучше представляете а вот это ганады это самец у санкет был бы яичник и было бы видно что он заполнен и кринками поскольку сперматозоиды сверх мелко глазами их не увидишь а вот ты смотри когда подсохло видно видите вот это образование желтоватого цвета здесь больше желтых тонов чем вот здесь вот это петли кишечника а вот это печень в районе печени работе очень аккуратно потому что на поверхности печени желчный пузырь и что делать во-первых аккуратненько прорезаете пленочку вот этот пакет общий то соединяющие печень с кишечником как только видите что-нибудь очень темное в этом районе работать с двойной опаской что очень темное как разложено во-первых эту руку после этого есть нельзя будет что значит надо экономика должна быть экономной нефритова-голубой а почему продается рыба уже ну это значит похоронили или во время выгрузки из трава просто сильно ударили по пузу настолько сильно что лопнули внутренние органы просто разрыв кишечника вы просто так не увидите а разрыв желчного пузыря все вы видите сразу обратите внимание он сердце вообще работает до сих пор ему хруппы что так немножечко вот так вот раздвигаете вот в районе желчного пузыря очень аккуратно но вот это я вам показал сейчас минимальный уровень раскладочка вот здесь видно все все важное визуная селезенка плотный пузырь гонады печень желчный пузырь петли кишечника так вот на этом уровне вскрытия для вас можно считать законченным раскладывать петли кишечника прям вот как это на биопрактику не делаем вам нет необходимости это работа трудная вот и теперь я вам просто для интереса покажу устройство волочной области вам это вскрытие делать не надо во-первых череп очень сложно резать он прочный так вот прежде всего просто для того чтобы представляли себе как устроено то о чем мы с вами говорили на лекциях сейчас я удаляю жабельную крышку вот давайте смотрим первый прорез вот когда двигается жабельная крышка здесь очень хорошо видно одна складочка а вот вторая видите вот она вторая складка в этом месте это легче прорезать потому что это место контакта вот здесь сустав очень привычный сейчас Хорошо. Хорошо. Вот, собственно, как выглядит жабр. Поскольку к каждой жабре подходит жабрная артерия, сейчас я буду извлекать жабр, чтобы показать полностью, да? Понятно, что избежать кровотечение вот здесь невозможно. Сердце еще работает, значит кровь еще прокачивается, прокачивается, и в эти артерии, конечно, поступает кровь. Поэтому кровотечение будет, с этим ничего не сделаешь. Нет, сюда не обязательно водки сейчас нужно. Вам водочное вскрытие вести не надо, я уже говорил, да? Я просто для демонстрации делаю. Так. Вот одна жабра. С каждой стороны у костных рыб четыре жабра стоят. Давайте смотреть. Первое. Вот эта светло-серая дуга, от которой идут выступы как гребенка внутрь. Вот посмотрите, вот они, на остальных жаберных дугах эти выступы. Во-первых, вся арматура жабры только из хряща. Костей здесь нет. Называться эта опора будет хрящевая жаберная дуга. А вот эти выступы жаберные дычинки. Догадайте, зачем они нужны. Смотрите, там внутри водка. Жаберные дычинки как раз в сторону водки. Можно кусочки пищи выдавали уже? Во-первых, разумеется. Это система фильтров, Коля. Вы совершенно правы. А жаберных пестиков нету? Нет, есть жаберные лепестки. Вот они, жаберные лепестки. Это как раз вырасты, несущие кровеносные сосуды, в которых будет происходить газообмен. Так что в некотором смысле его права термин лепестки. Тычинки и лепестки. Вот они, четыре пары таких. Жабер с каждой стороны. Понятно? Ну все, засим. Демонстрационное вскрытие закончено.